всем доброго времени друзья в предыдущих видео обзора я затронула тема о типе людей что есть замкнуты неуверенные себе и амбициозно активные люди и что это плохо для людей в их жизни в нашей жизни мы встречаем много амбициозных людей что это за тип людей психоаналитики писатели александр второй считает что быть таким человеком в обществе тоже крайность если взять неуверенных и замкнуты к себе люди они приняли это в себе и трезво не оценивает себя и среди таких людей есть много талантливых личностей вокруг такие условия обстоятельства сложились благополучно до роста их развития но из-за заниженной их самооценки им трудно сделать этот шаг вперед потому что они сами так себя психологически настроили и это настолько чувствуется рассказывает психоаналитика роль своей информации из книг что примером если у вас внутри есть неуверенность и подавленность то к вам и система так относится начинают использовать другие люди не уважать издеваться ущемлять потому что эти люди которые все терпят внутри себя не дают ответ тем людям оказывающим такое психологическое на них давление поэтому так делать бог ответ нужно давать только вежливо и прилично и прикорректно но есть другие люди скажем так про них никем не являются социумены настолько нагло и хамски ведут себя что просто в шоке от них таким разрешили примером гости зайти так они залезут во все твои вещи в твой холодильник и съедят все что-то в нем есть это настолько наглые люди что в любое время могут тебе позвонить они думают только о себе и ищут во всем выгоду они не думают о тебе всегда спорят не слушают вас что вы им говорите а в ответ включать защитная реакция в виде спора в диалоге и всегда напят и негативно ведут себя вот то есть есть такие люди вот с отбитами они всегда и во всем спорят всегда считают себя правыми и умными хотя на самом деле никем являются ничего себе не представляют что нужно делать таким людям чтобы убрать себе такие низкие качества желательно быть скромнее научиться помалкивать не лазить диаспоры в компаниях такие должны принять научиться чужую зону комфорта уважать то что им дают и ценить то что имеет то есть убрать все свои амбиции и занижать себя поставить себе такую задачу вот уйти в другая крайность раз уж не находится в этой крайности наглости то они наоборот должны начать отдавать лучшее ближнему но не себе образно говоря если вы взяли два стакана и один из них плохо помыт то вы должны его взять себе лучше отдать тому кто к вам пришел если вы идете в магазин и там хотите что-то купить но оно осталось одно и продается вот одно наименование это захотел тоже другой человек приобрести то амбициозный человек должен данном случае уступить приобретение товара тому человеку то есть всегда и во всем уступать это касается наглых амбициозных людей только так они себя смогут сбалансировать еще писатель отметил факт что активные наглые люди это одно и то же интересный вопрос он задал своим читателям кто честно сможет сказать про себя что он не только амбициозно но еще и наглый вряд ли кто заявит честно об этом потому что активные люди не считают себя наглыми почему так люди которые вот замкнутые они это вот понимают принимать что вот такие вот сами по себе так как им свойственно все терпеть и принимать как есть активные люди они вот почему-то не замечают что они наглые они не понимают даже что когда они берут и везде вмешивается и во всем вставлять свои скажем так три копейки в свое мнение навязывают всем они не думают что это нагло но это нагло выглядит со стороны естественно если бы человек такой понимал что это нагло то он бы так бы себя не ел но эти люди которые активные просто не замечают и не понимают что в них есть это наглость которая надо пресечь поэтому таким активным людям нужно стать пассивными и начать выступать во всем другим людям начать принимать все как есть тогда это их сбалансирует и они уйдут такой противоположную крайность пассивность а тем скромным подавленным людям вот нужно быть по наклее требования хочу это дай это когда александр познавал социально-материальный мир то есть позиции подавленного и скромного человека который всем всегда говорил что ему ничего не нужно хотя денег не было и был такой момент что сидел без дыр а потом начал когда работать над собой стал понимать а что он теряет и чего боится и почему так реагирует по себе знаю когда сама себе вот так рожу до мелочей тогда приходит осознание что ты можешь все это вот становится заметным что я стала более уверенным человеком материальном мире научилась какой-то ситуации говорит людям нет а другой ситуации да давай и еще заметила что людей ставила это просплох потому что чаще всего так всем спасибо за внимание было снова вам рада на своем канале поделитесь этим видео со своими друзьями